Девушки отдыхают. Ну, что сделаем? Встретимся с Эдмоном и поблагодарим его. Хорошо. Хорошо, я согласен. Убивать никого не стоит. Но поговорить я с ним поговорю. Обязательно. Что здесь делает следователь? Или до него тоже уже дошли слухи? Повременить бы вам с вином, Никифор Петрович. Не могу, Алексей Алексеевич, не могу. Отчего ж не можете-то? Может, вам Белоносова позвать? Пусть кровь пустит. Кровь. Кровь-то мне снится. Нет. Нет. Не снится. Вру. Я аж не сплю теперь. Совсем. Все кровь вижу. Отчего же кровь-то? Да все это золото проклятое. Все нутро у меня высасывает. Достану слиток. Смотрю на него. Взгляд отвести не могу. А потом кровь. Кровь видится. По углам, с потолка. Аж шарахаюсь. Это у вас от вина, Никифор Петрович. Обычное дело. Горячка-с. Вы бы спрятали золото. Да не смотрели на него, раз оно на вас грусть наводит. Да нет. Чертова это золото. Я знаю. Ну, с этим ладно. Вы мне про воспитанницу свою расскажите. Пришла она в себя, нет? Пришла. Я, Алексей Алексеевич, жениться на ней хочу. Люба, она мне шибко. Да, брат. А вам действительно паузу бы с вином взять. В постельку бы отдохнуть, Никифор Петрович. Не надо мне в постельку. Ты что от меня хотел, следователь? Зачем пришел? Про староверов ваших поговорить, знакомых всего-то. Старуха у вас проживает. Теперь вот воспитанница из леса. И золото чертово тут как тут. Про старуху сами расскажете. Или мне ее в участок везти. Не след в нашем городе Раскольничьи порядки наводить. Нехорошо-с. Оставьте вы ее, ваше высокоблагородие. Я сам потом все расскажу. Сам? А теперь и правда. Отдохнуть бы малость. Голова гудит, словно колокол. Оставь будет. Оставь! О interacted в нам, того культура, до копейки упал. Соколомой. Поправляюсь я, скоро встану. Марфуша, вот ты и дома, рядом. Марфуша, выходи за меня. Никифор, пойду, пойду, только позови. Марфуша, где схрон ваш? Знаешь? Знаю, родной мой, знаю. Только не ходи туда. Плохо будет. Ой, плохо. Марфуша, знаю. Знаю. Грех это. Что? Ты что здесь? А ну, пошла! Пошла! Пошла отсюда! Пошла! Будь ты проклят. Пошла отсюда! Инженер! Инженер! Идем! Иди в дом! Говорить с тобой буду! Не ходи. Не ходи. Не надо. Пусть трезвый будет. Потом. Наташа, не волнуйся. Иди к себе и не волнуйся. Я поговорю с ним спокойно. Иди к себе. Так что нового узнал студент? Рассказываем. Да ничего особенного, господин следователь. Так, собираем местный молодежь, читаем книжки разные. Никто из наших пока особо не интересуется. Они из наших? Не хотел говорить. Дочь плаховская. Стерва такая. Она одна из всех мечтает тайное общество создать. Тайное общество? И с какой же целью? А это вы у француза ее спросите. Француз тут самое злое есть, он мутит тут воду. И дочка плаховская с ней вместе сидят, шушукаются, замышляют что-то. Боюсь, как бы террор не начали. Террор? Да. Француз кричал вчера, убью всех. Пьяный был. Нет, нет, не пьет. В том-то и дело, она не пьет. Ладно, хорошо, иди отсыпайся. Да и сам не пей так много. На ногах он еле стоишь внутри. Ну, а как иначе-то? Молодежь разговорить только через минуту. Хорошо. Вот тебе на поправку и не пей много. Иди. Иди, иди. Не болтай много. Счастливый, ожидайте. А-а-а… Папа, о чём вы говорили с Павлом Ивановичем? Папа, ответь! Ты кто? Я? Я же Наташа. Папа, что с тобой? Уйди. Уйди отсюда, сдей! Папа, папа, я же Наташа! Наташка, ты что ли? Я, я, папа. Ты понимаешь, о чём я говорю? Наташенька, доченька, иди к себе. Ты иди к себе, я полежу. Умолился. Спать, спать хочу. Наташа. Я, я к вам, Павел Иванович. Отец совсем пьяный, спит, ничего не видеть не слышит. Счастье вы моё. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Место, на котором мы с вами стоим, на самом деле древний вулкан. Тридцать миллионов лет назад он был действующий. Об этом говорят геологические исследования. А минералы, найденные в Сопке, имеют суть вулканическое происхождение. То есть они остывали на очень большой глубине, а высота достигала порядка двух километров. Не может быть так высоко? Да. Цепь вулканов тянется отсюда и до Девногорска. Но там толщина лавовых отложений еще выше, порядка трех километров. А Енисея в то время вообще не было. Здесь была огромная трещина. В земной Корее работали вулканы. Невозможно в это поверить. Ну, это факт. В этом районе, отсюда и дальше к Девногорску, огромное количество вулканических выбросов. Прямо из самой толщи земной коры. И золото тоже. И золото тоже. О, Натали, приехали мои друзья. Константин Аркадьевич, тут к историку его дружки приехали. Да, наблюдаю. Пардон. Пожалуйста. Конечно, на связи. Алло. Ну, что рассказывать? Друзья, у нас с вами в съемках возникает небольшой перерыв. Перерыв? А как надолго? День, два? Возможно, неделя, возможно, больше. Вы пока займитесь черновым монтажом, ваша зарплата останется. Ну и прекрасно. Олег, нам же есть чем заняться. Более чем. А вы что? Мы с Виктором уедем смотреть новые места для съемки. В любом случае, мы на связи. В общем, нужна ваша помощь, ребят. Не очень понятно, Визь. Какого рода помощь вам нужна? Ну, это вообще малопредсказуемо. Мы идем в тайгу и надо найти место, где когда-то стоял старообрядческий скит. А зачем? Тут ведь скитов полным-полно. Все же найдены, изучены уже. Ну, вы хоть куда? В каком направлении? Север, юг? Вверх по реке. По Енисею? Сначала по Енисею. Так, не понял. На лодке, что ли? Так вот это надо выяснить. Потому что, может, через тайгу будет удобнее на машинах. Подожди, хорошо. А почему тайна-то такая? Раз вы кино снимаете, зачем скрывать? Ну, в общем, мужики, я не могу вам сейчас всего сказать, но Натали попала в беду. Не надо найти это место. Сейчас ее прессуют разные люди и мы не можем вызвать полицию. Ну, мы поможем ей найти это место, и тогда… А что за люди? Серьезные люди. Вить, ты б подумал, прежде чем ввязываться в воду. Да, я подумал. Подумал. Вы со мной? Вить, ну, мы ж друзья. Натали, может, все-таки расскажете, что у вас случилось? Аплютар. Давай. Аплютар. Вы шли из кафе. Походу, о чем-то договорились. Понял. На охоту собрались? Огород копать. Хотите помочь? Конечно. Брось железку. Следующий, идти в пузо. Вот и молодец. Сиди дома, дядя. Пока. Который час не подскажете? Полдевятого. Что-то еще хотели? Это для знакомств. Захочешь знакомство продолжить? Играй дальше в вашей грудке с француженкой. А хочешь и спокойно выброси все это из головы. Понял меня? Шеф тебя жалеет, дурачок. Короче, дернишься француженке, мы тебя на куски порежем. Иди душ прийми, а то вспотел от страха. Я все равно не понимаю, зачем тебе нужна была эта затея с фильмом? Почему просто не поехать и не искать тот скид, который тебе нужен? Во-первых, потому что мне нужна была легальность. И я устроила эту историю с фильмом. Потом я попросила консультанта-историка, ты появился, мне помог. Ну, а во-вторых? А во-вторых, я хотела пройти их путь. Какой путь? Путь, по которому они шли. И пережить то, что они пережили. Или хотя бы просто увидеть, где все это было. Убей. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что видели? Что слышали? Кто приходил? Кто был последний с Никифором Петровичем? Инженер. Инженер был. Более никто не приходил. А Наташка, дочка его, ушла ночью. Ушла. Мы сидели во флигеле, ничего не видели. Паш, мне нужно домой. А то папа будет сердиться. Что будет? Паша, что будет? Нет. Все будет хорошо. Вот увидишь. Алексей Алексеевич, в чем дело? Наталья Никифоровна, вы бы вышли. Нет, я никуда не пойду. Она останется здесь. Алексей Алексеевич, что это значит, в конце концов? Ваше благородие, вот сарай нашли. На стол. Вы позволите? Я могу это объяснить. Павел Иванович, Павел Иванович. Собирайтесь. И вы, Наталья Никифоровна. Дас, сегодня ночью папеньку вашего убили из-за золота вот этого. Нет, нет. Я так полагаю, кто золото украл, тот убил. Наталья Никифоровна, Алексей Алексеевич, да позвольте же объяснить. Да вы лучше объясните, где вы были сегодня ночью. Я выходил? Это ерунда. Выходил, выходил, я видела. Павел Иванович, что происходит? Сбежал. Француз сбежал. Как? Когда? Вот давеча по нужде выводили, он и утек. Сильный черт, Алешка, солдатика бессозна. Что за бред? Какого Алешку? Где француз? Ну что, барышня? Эммансипе, легалите, фронтерите. Доигрались? Нравятся подпольные кружкис? Интересуетесь равенством, братством, да заодно и золотишком? Что вы такое говорите? Послушайте, при чем здесь Наталья Никифоровна? Ах, при чем? А вам непонятно? Прогрессист, реформатор, одна компания. Ах, Наталья Никифоровна, с кем вы связались? С кем вы связались? Вы что ж думаете, ваши подпольные сборища действительно подпольные? Молодые террористы, последователи Петрашевского, а ведь он бомбист? Инженер, бомбы еще не начали мастерить или ограничивайтесь так, индивидуальным террором, да еще не бесплатно? Как вы смеете? Я смею, милостивый государь, смею! Что случилось? Кто убил Никифора Петровича? Две Наташа? С тобой говорю, потому как человек ты негрешный. Я же вижу, негрешный. А Никифора Бог наказал, а нас миловал. Две Наташа? Она жива? Сбегла блудница, пойди к инженеру Свому. Он убивец. Он и Никифора, и татарина убил. Я знаю. И ты тоже будешь проклят. Всем вам погибель. Всем! Как же я вас ненавижу, если б вы только знали. Всю жизнь я ловлю беглых каторжников, воров, грабителей. Они грабят, воруют за деньги, и я это понимаю. И они не отрицают, а вы, либералы, философы, реформаторы, за что вы кровь проливаете? За идеей нет. Я ведь вас насквозь вижу. Вам, вам начальника своего сковырнуть надо, да на место его впрыгнуть. Государственное устройство им не нравится. А какое устройство вам нужно? Фоланстеры? Голыми бегать по городу? Мужей жен отменить все общее? А работать кто будет? Кто? А я вам скажу. Мужики! Вот те самые мужики, которые сейчас работают, только вы! Вы их угнетать, как вы говорите, будете гораздо сильнее, чем нынешние Плаховы и Кузнецовы! Потому что в их головах ваших завиральных идей нет! Вы, господин Никитин, как приехали? Так на Плаховском прииске беспорядки начались. Вы что ж думаете? Я не знал, что там воруют? Рабочим не доплачивают, что золото, предназначенное для казны, ручейками в карманы кабачиков утекают, до скупщиков! Знал! Но только пока эти ручейки общий баланс не нарушают, пусть себе и текут! Воровали всегда и будут воровать, а мне контроль нужно держать над этими ручейками! А общий порядок я вам нарушать не дам. И равенство братства здесь не допущу. Да и нет нигде вашего равенства, нет, не было и не будет. И прекрасна она только до тех пор, пока вы до золота не доберетесь. А как только в руки к вам попадает, так вы и начальника своего, и отца родного, по голове хрязь! Заре вы, господин, нарешали, это затеяли. Веревку, быстро! Откуда в того? Стойте, стойте! В огород нужно идти, в огород! Там лаз в заборе есть. Кто это? Ну чего стоите, жандарманы бегут, не отобьемся! Маш, побежали? Ну! Толь! Кто вы такой? Откуда? Бегный? Разбойник? Скажете, разбойник? Меня тоже взять пытались, да я бежал дорогою. А потом смотрю, вас прямо обложили со всех сторон. Дай, думаю, помогу. А вы, если вас благодарите меня за помощь-то мою. Да не убивец я, не бойтесь, не убивец. У вас здесь никто не боится. Что с теми людьми во дворе? Жандарм и другой. Вы видели меня, ну и тюкнул слегка. Ничего, живёхеньки. Погодьте здесь. Я сейчас. Павел, отец, его правда убили? Скажите мне, пожалуйста, скажите. Наташа, я всё видел. Я видел, как их выносили. Вашего отца и Вазыха. А потом, говорилось со старухой, она спряталась в сарае. И что она сказала? Кто убил папу? Она ничего не видела. Ну, что нам теперь делать? Павел, что же нам теперь делать? Нет никого. Бежать вам нужно. Бежать. Этот следователь, как клещ лесной вцепится, не отпустит, пока всю кровь не высосет. Не отстанет. Ну, мы ж ни в чём не виноваты. А ты докажи ему, виноваты или нет. У нее же такие методы есть, заставят признаться и в том, чего не было. Что рожь не уродилась, что лёд на реке встал. Во всём сознаешься. Он абсолютно прав. Я уже бывал на каторге и ни в коем случае не хочу туда возвращаться. Похоже, что они оба правы, Наташа. Как? Взять и вот так вот бежать? Куда? В лес? Наташа, я уже давно об этом думал. Надо плыть вверх по Енисею. До Монголии, через Монголию до Китая. И там можем сесть на корабль, куда угодно. Я лично буду плыть во Францию. Вверх по Енисею? Каким образом? По мане нам нужно уходить. По мане. Сколько сможем. А там пёхом. Глядишь, и лошадей раздобудем. Без вещей, без денег. И что мы будем есть? Или вы предлагаете воровать? Да я кое-чего соберу на первое время. А там посмотрим. Ну! Господа, у нас нету выбора. Нам надо покинуть Красноярск. О, дело говорит барин. Дело. Идёмте. У меня лодка есть. Есть лодка. Идём. За мной. Ну, идёмте. Алло, Вить. Да, привет. Привет. Да. Слушай, да тут у меня проблемы. Да на работе, короче. Ну, мне нельзя студию вставлять. Без меня всё встанет. Ну? Вы ныряли все болеть, понимаешь? Угу. Не, ничего страшного. Что? Ничего страшного? Ну, хорошо, ладно. Вить. Я бы и тебе не советовал. Не твоё это дело. Не твоя головная боль. Бросай ты всё. Я понял тебя. Хорошо. Ага. Ну, ладно. До встречи, короче. Что-то случилось? Рома не сможет пойти с нами в тайгу. Ему уже угрожали? Не знаю. Я не спрашивал. Просто сказал, что у него какая-то важная работа. Но ведь в кафе у него никакой важной работы не было. Натали, я не хочу его осуждать или подозревать. Он мой друг. Мы дружим уже сто лет. Если он не может поехать, значит, у него есть какая-то важная причина. Хорошо. И что теперь делать? А самосвал что? Я позвоню ему, уточню. Ладно? Поехал. Собираться я прошу тебя, пожалуйста, отнесись к этому со всей серьёзностью. О! Привет! Я буквально на минутку. В чём дело? Да просто вам просили передать, чтобы вы друзей своих не привлекали. А то мало ли что. Всё. Просто передать просили. А в тайге мы с тобой обо всём поговорим. И про Лакея, и про всё остальное. Время у нас будет. Ну всё, пока. До завтра. Да-да, понял. Хорошо. Ну всё, ладно. Давай, пока. Действительно, ты влеп, Витя. Ступай, голубчик. Присаживайся. Ну, девонька, давай, рассказывай мне всё. Да не бойся, бить тебя здесь никто не станет. Грех это, грех. Да какой же грех? Ну что за грех? Ты мне расскажи, кто ты, откуда, что за старуха в доме Плахова живёт, что ночью видели, всё мне знать надо. Греха нет здесь никакого. Мы убийцу ищем. Душ на нём загубленных вон больше, чем пальчиков на твоих руках. Рассказывай. В Скиту я жила. Меня покойница жена Никифора туда отправила. Из-за того, что Никифор глаз на меня положил тогда. Ну, всем непонятно. Далее. В Скиту жила, в лесу. А Василиса старая тоже оттуда. Старец Игнатий её к Никифору отправил на житьё, чтобы… Чтобы что? Что, Марфуш, ты говори, мне ведь всё знать надо. Золото там. Золото? Божье золото. А не то ли это золото, что мы в доме Плахова видели? То оно. Скиту золото? Нет, в земле. А Игнатий его стережёт. Угу. Игнатий из золота стережёт Василиса Плахова. А Никифор Петрович это, полагаю, золото себе прибрать хотел. Так, нет? Так. Угу. В леса своим тоцарином он туда ездил? Приезжал. Еду привозил, инструмент. Угу. Только Игнатий ему не открылся. Никому не откроется. И не надо. Почему же? Потому что золото то непростое. Оно для божьих дел из земли вышло. А кто наживы ради хочет его взять, тот и гибнет. Вон как Никифор мой бедный. Игнатий там так и сидит. Убил его разбойник. И со мной снасильничал. Я поэтому из леса то и ушла. Игнатий бы меня не отпустил, а так ушла. Погоди, погоди. Ты говоришь, Игнатий из золота стережёт. Так убили его. Стало быть, не стережёт? Стережёт. Ладно. Мистикас. Ты скажи мне, девонька, скид где? Убийца туда вернётся, доподлинно знаю. Там бы я его и взял. Ну. Говори, милая. Вот только заговоров у нас тут в городе не хватало. Вы считаете, действительно заговор? Павел Николаевич, я уверен в одном. Что беглый каторжник, который надел много шуму где-то рядом с нашими реформаторами. С французом и Никитиным. Почему вы так решили? Все просто. Он убил кабачика Потапа, я допрашивал его полового. Он не сразу хотел говорить, но я немножко надавил и он… Пытали что ли? Ну почему пытал? Так слегка. Так вот, он показал, что Прохор Мешков приходил к Потапу, тот ему от страху всё про слиток и выложил. А Прохор Мешков это золото и ищет, которое староверы в лесу прячут. Слиток этот, оттуда. Почему оттуда? Мало ли где можно золото найти. Я девку допрашивал, раскольницу, по любовницу Плаховскую, она всё и рассказала. Никитин тоже знал про это золото. В компании с Маришалем, думаю, они сейчас и отправились к скиту, где золото это прячут. Поэтому я бы просил вашего дозволения собрать экспедицию вдогонку. Всех бы там разом и взяли. К тому же Прохор Мешков, думаю, следит сейчас за ними, ведь именно это золото он и ищет. Да, конечно, Алексей Алексеевич, немедля в погоню. И братья обоих, и инженера, и француза. Вот только дочь Плахова тут причём не понимаю. Ну, увлекающаяся натура. Француз ей голову и задурил, а Никитину с другой стороны. Один про несправедливость, другой про прогресс. Так и бывает. Жаль её. Да, жаль Наташку. Отец её так любил. Большое будущее ей хотел. А теперь что же? По этапу пойдёт со своими полюбовниками. Ну, а кто ж знает, может она и к смерти своего отца причастна? Я не знаю. Темнеет. Привал? Согласен. Ну, привал, да привал. Ну, тогда сюда причаливай. Лодку спрятать нужно. А то погоня будет. Погоня? А то как же, барышня. Конечно, погоня. Вы пока в гору поднимайтесь, а я лодкой займусь. Любезный, не стоило это делать. Чё? Костёр огонь, нас заметят. Да, это верно. Рыбаки поплывут. Сплавщики. Если нас ищут, нас действительно ищут. Их будут опрашивать. Мне нужно было костёр. Так мы, мы измёрзнем ночью. А то хоть воды вскипятить. У меня ковш есть. В лодке. Любезный, вы такой запасливый. Или вы готовились к побегу? А мы случайно подвернулись. Уж больно обидно смотрите на меня, господа. Или подозреваете в чём? Да я ж к вам со всей душой. Да нет, действительно, около дома вы оказались уже очень вовремя. Не вам бы, господа, не вам бы об этом говорить. Да, да что вы меня путаете? Ну, если нет ко мне доверия, так я пойду. Павел, нам нужно поговорить. Павел, расскажите мне всё. Про отца, про золото, которое у вас нашли. Посмотрите мне в глаза, Павел. Это вы его убили? Папу. Из-за золота, да? Куда вы выходили ночью? Почему нас хотели арестовать? Наташа, ты мне не веришь? Хорошо, изволь, я всё расскажу. Мы очень много обсуждали этот слиток с твоим отцом. Я пытался понять его происхождение. И мне кажется, я почти понял. А потом твой отец позвал меня к себе. Забери его к себе, инженер. Не могу больше. С ума схожу. Что не так, Никифор Петрович? Чёртово это золото. Чёртово. Ты не смотри на него, инженер. Плохо будет, ой, плохо. Оно же светится. То есть как это светится? Да не знаю, как не знаю. Только ночью сижу, глаз не могу отвести. А от него словно свет идёт ко мне. И голос. В голове голос. Никифор Петрович, вы меня извините, но может быть свет это от вина? Сверчков. Сверчков мне тоже про вино, но это не вино. Послушай меня, инженер, послушай. И коряга этот умом рехнулся. И я уже сам не свой. Старуха, старуха мне всё рассказала. Мне для людей это золото. Я всё кругом ходил. Приближался. Хотел забрать его в лесу. А вот получил. И помираю. Чую, что помираю, инженер. Убьёт оно меня. Ты запрячь его. И не гляди на него. Оно и тебя убьёт. Забирай. Унеси сглаз долой. Не могу более. Оля, ваша Никифор Петрович, я заберу. И запрячь, говорю, запрячь. Не гляди. Беда будет. Я унес этот слиток. Словам твоего отца я не придал сначала никакого значения. Но потом действительно стали происходить какие-то странные вещи. Мысли начали путаться в моей голове. Я спрятал золото. Но то ли слова твоего отца так глубоко засели, то ли я сам себе внушил, я не знаю. Но потом появилась ты и я забыл про золото, про твоего отца, про всё это. А ночью? Ночью куда вы выходили? Зачем? Ночью. Я проснулся и чувствую, не могу лежать. Не могу. Словно толкает что-то. Я встал, ноги сами понесли на двор. И как вышел замер, как будто дальше не дают идти стена передо мной. Потом прошло и туман, словно бы окутал. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Очнулся, сижу и смотрю на следок. Как достал его не помню. Но сижу и смотрю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А потом? Ты вернулся, Павел? Вернулся в дом? Я на вождение какое-то. Я помню, как я смотрю на следок. А потом я с тобой в постели. Да, я не помню, как я вернулся в дом. И сколько времени прошло. То есть, ты мог? Ты мог, раз не помнишь? Нет. Я не убивал Никифора Петровича. Я никого не убивал. Я не мог его убить. Ну, ты бросился бежать от джандармов вместе со мной, с Эдмоном. Ну, конечно. Следователь для себя уже все решил. И он бы мне ни за что не поверил. Ты сказал, что ты ничего не помнишь. Наташа, что мне сделать, чтобы мне поверила ты? Ты сам не знаешь, что ты делал в ту ночь. Сам не знаешь или не говоришь. Я знаю, что я никого не убивал. Так. 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 Я есть хочу. Надо найти деревню. Попросить еды. У меня есть немного денег? Нет, господа. Поймают нас. Наверняка уже по всем селам разослались нарочными. Что? Убивцы мы и воры. И что вы предлагаете? Поднимемся немного по реке. Там тайгой пойдем. У меня там схрон один есть. Что за место? Говорю же, схрон таежный. Передохнем немного. Дальше попрем. Хорошо. Я завтра в Москву лечу утром. Надолго? Может быть, надолго. А что это с тобой? А это? Да так ерунда упал. Едем со мной, Лиза. С ума сошел. Мы же обо всем договорились. Нам не надо больше продолжать. А твой отец в городе? Нет, уехал куда-то. Сказал, на неделю. Вот, тем более. Поехали, Лиза. Да что случилось? Ну, как сказать. Мне давно предлагали работу в крупном медиахолдинге. Ты с Виктором разобралась? Он мне звонил. Сказал, потом поговорим. Уехал, по-моему, на неделю. Со своей француженкой. Так он запал на нее. Я это точно знаю. Уехал с ним. Куда? Зачем? А? Съемочная группа осталась в городе? Мне все равно. Я от него ушла. Тогда зачем ты здесь? Тогда что тебя здесь держит? Давай, решай. Я прямо сейчас возьму билеты. Почему ты нервный? У тебя проблемы? Нет. Нервный. Устал. Лети. Я люблю тебя. Я люблю тебя, Лиза. Я хочу быть с тобой. Места точно не помнишь? Я помню очень приблизительно. Я здесь никогда не была. Ну, ориентиры хоть какие-то имеются. В дневнике сказано, что это четвертый поворот реки от Енисея. И там гора, такая дьявольская, как Дворога. Ну, что, Вить, поговорим? Да вроде говорили уже. Я хочу прояснить ситуацию. Тебе нечего меня бояться. Я не боюсь, Константин Аркадьевич. Давай уже на ты, хорошо? Пожалуйста. Боишься? Все боятся. Схватили, вывезли в тайгу. Но на самом деле я просто хочу помочь твоей француженке. Ах, вот как. Не надо иронизировать. Ну, нашли бы вы с ней золото и что? Что бы вы стали делать? Вот ты, взрослый мужик, сибиряк. Говори. Я просто помогал ей в съемках фильма. Я про это золото ничего не знал. По крайней мере от нее. Ну, теперь-то ты знаешь, она б тебя все равно в тайгу вытащила. А дальше? Дальше что? Ты же знаешь закон о частной золотодобыче? Все, тупик. Ну, хорошо. А что вы сделаете с этим золотом? Если вдруг его найдете, если вообще оно существует? А у меня ведь связи. Большие связи. В том числе и с частными компаниями, которые ищут золото здесь, в нашем крае. Я просто продам им всю жилу. Целиком, сразу. Но ведь продадите вы ее тоже не очень на законных основаниях. Ну, уж как-нибудь да продам. Ну, не мужикам, которые тут в тайге, в бараках. А владельцам. Напрямую. Договоримся, не волнуйся. Ну, понятно. То есть, отхватите себе кусок, который сможете проглотить. Все остальное черным налом в кабинетах, да? То есть, мужики будут добывать малую долю, а остальное на черный рынок. Правильно я понимаю? А что тебя смущает? Испокон веков так на всех приисках делали? Да делали. Делали. Еще на казенных приисках в 19 веке так делали. Ну, видишь, ты все знаешь, все понимаешь. А Натали твоя, да и ты, не смогли бы его продать. Вас либо посадили бы, либо убили. Трусты, Рома. Ах я. Трусты, Рома. Трусты. Как во Франции-то? Хорошо живется? Нормально. А я вот во Франции не был. В Италии был, в Германии, на Бали. А до Франции так и не добрался. Говорят, у вас там все дорого? По-разному. Да ты не бойся, француженка не обидим. Мы же не бандиты. Да? А кто же вы? Так, охраняем Константина Аркадьевича. У него же ценности, работа опасная, разные люди приходят. Сколько раз и грабить пытались. Ну, вот мы и защищаем. Ясно. Да что тебе ясно, ничего тебе не ясно. Вот дернулись бы с вашим историком в тайгу, так вас бы там и грохнули в местные. И кто же это? Ты думаешь, вы одни такие умные? Узнали бы, чем в тайге надо. Так и все, ушли в лес и не вернулись. Так что вы радоваться должны, что с нами едете. А я очень рада. Я вижу. Дура ты, хоть и француженка, людей не видишь. Вот у меня сын в городе. Жена. Дом на Енисеи строю. А ты смотришь на меня, будто я убийца какой. Дура и есть. А можно помолчать? И дерзкая какая еще? Какая есть. И я тебя не боюсь. И ничего вы мне не сделаете. И без меня вы ничего не найдете. Что? Навигатор вырубился, дальше не берет. А, сейчас. Так. Так, тропинка эта на север ведет. А нам нужно… Спортсмен? Да спортсмен, спортсмен. Играл бы лучше в рыбе, чем по тайге шаться со своей бабой. Классно ж играл. Что, болельщик что ли? Енисея Стэм. Историк, сюда глянь. Меня Виктор Евгенич зовут, если что. Ух ты, даже Евгенич, да? Ты пока живой, Евгенич, сюда посмотри. Посмотри за францужен. Да, хорошо. Ну а чего, нам надо дальше вниз по течению, потом направо уходим, когда ущелье начинается. Точно? Про точно я тебе ничего сказать не могу, я предполагаю. Слушай, ты придурок, ты вообще осознавай, где ты, с кем ты и кто ты. Своё предполагай, засунь куда подальше, понял? Ну хватит, а? Делом займись. Короче, он говорит, надо идти на юг, через тайгу. Ну раз говорит, значит пойдем. Константин Аркадьевич, заночевать здесь надо, скоро темнеть начнет. Выгружаемся. Что надо? Охраняю. От кого? Да так, просто. Ты боишься, что я убегу? Куда здесь бежать? Ты не понимаешь, что мне в туалет нужно? Со мной пойдешь? Ну, а как? Никак. А, суха! Француженка, где? Сбежала. Стоять! Саша, давай за ним. Ага. Стой спокойно, хорошо? Идиот! Ужай, испугался, придурок! У вас все в порядке, Наталья? Замечательно. Да я чуть не наступил на него. Виктор, ты не обижайся на Лизу. Она мне все рассказала, но ты знаешь, я думаю, что это будет лучше и для нее и для тебя. Я бы не хотел это с вами обсуждать, Константин Аркадьевич. Да, я понимаю, но мне бы хотелось, чтобы ваше расставание было, ну, максимально безболезненно. Ну, я не собираюсь мучить вашу дочь. Звонить ей каждые полчаса, умолять вернуться. Если это ее осознанное решение, пусть так и будет. То есть, ты совершенно не переживаешь? Ну, вы же с ней прожили два года, как муж и жена. Нет-нет, подожди, извини. Но я ее отец. Я хочу понять. То есть, вот Лиза ушла, и ты совершенно спокоен. По-моему, наши отношения с Лизой были ошибкой. Моей и ее. Ну, просто хотел услышать это от тебя. Я ведь тоже, на самом деле, не люблю все эти семейные ссоры, разборки, слезы, истерики. Я тоже. Константин Аркадьевич, все готово. А жаль. Мадемуазель, побалуйте нас своим присутствием. Сильвупле. Коллеги, предлагаю выпить еще раз за успех нашей экспедиции. А далеко еще до реки? Не, по карте не далеко, но дороги нет. Через тайгу придется идти. Не знаю, сколько это может занять времени. Не надо ля-ля, Виктор Евгеньевич. Саш, ля-ля надо. Ля-ля надо. В любом случае, сколько займет, столько займет. Ты нам тут главное не крути, а вернемся за сутки. Я по тайге ходил, будь здоров, сколько? Тундаманы, полдня ходу. Константин Аркадьевич, я пойду немножко разомнусь. Давай. Ученый, пойдем со мной. А вы правда француженка? Ты боже мой, правда. И как вам у нас здесь? У вас здесь замечательно. Манифик. Да, в Сибири красота, точно. Во Франции такого нет. О, это да. Во Франции такого нет. А что за странное имя? Почему его зовут Ангел? Кличка? Что это? Это не кличка, это имя. Ну, его родители так назвали. Любили, значит, сынишку. Ангел. Красиво. Нет? Очень красиво. Слышь, историк, ты извини, что я тогда тебя малость покоцал. Это работа, как говорится. Ничего личного. Понял. И это, к Борисову не заводись, он беспредельщик безбашенный. Мне самому с ним стрёмно. А чего это ты так обо мне заботишься-то? Не о тебе, а о ней. И это, дойдём если до золота, держись с меня и делай, что скажу. Что ты имеешь в виду? Сам всё поймёшь. Я сказал, ты услышал. И шефу не верь. Ни одному его слову не верь. А… ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Виктор! Доброе утро! Просыпайся! Я не сплю. Как ты думаешь, что будет дальше? Мы найдем золото, и они нас отпустят, а золото. Не думай об этом. Какие же вы французы все-таки меркантильные. Натали. Всегда быть рядом со мной. Не отходи никуда. Никуда. Поняла? А ты думаешь о ней? Пошли. Павлик, да? Остаешься здесь один, за главного. С машинами. Понял. Ну, чё, все готовы? Готовы, готовы. Вы силы-то поберегите, Виктор Евгеньевич. Понадобятся еще. Разберусь. Теряем время. Пошли. Осторожно, здесь сыро. Крутой спуск, можно поскользнуться. Дальше правее. Давайте руку. Дальше правее. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Сделаем привал. Вить, пойдем обсудим, куда двигаться дальше. Тихо-тихо. Ой, Натали, Натали. Жалко, мы с тобой не порезвились. Отойди от меня. Ты не груби, слышь, а то… А то что? Убьешь меня? Да на хрен ты мне сдалась, дура. Сань, пойдем, пошепчемся. Сейчас. Ладно. Разговор не окончен. О чем вы там в палатке шептались? Да так. Ни о чем. Что, подслушивали, что ли, Константин Аркадьевич? Ты зарубися на носу. Никто вас убивать не собирается. Доберемся до места, найдем то, что ищем. Вернемся в город, получите долю и разошлись навсегда. Вот такой нехитрый план. А бежать от нас не советую. Да ну. Куда тут бежать-то? Ну, мало ли. Да, и вот еще что. Зря ты своих дружков напряг. Это была ошибка. А что с ними? Что-то... Ну, вот этот, как его? Рома, что ли? Хороший парень. Сел в самолет, улетел в Москву. Вот. Самое правильное решение. А вот другой, ну, как его, такой... Леша Самохолова. Ну, да. Вот он борзым оказался. Собрался за нами в погоню. Ну, была с ним проведена воспитательная работа. И мужичок под скис. Ну, ну, не дергайся. Жив он. Даже здоров. Так что ты не геройствуй. Думай о маршруте. А теперь отдыхай. Через полчаса длинем дальше. Короче, валить наших туристов будем по-тихому. Шеф сказал, когда днем до места, там и валим. По-тихому, без выстрелов. Захоронить надо будет чисто, чтоб не нашли. Я хотел сжечь, шеф сказал, не надо дыма. Слушай, танцуженка бы сперва это... Чё, баб в городе мало? Да не в том дело. А ещё он запас, что, на ней? Да ворсия очень. Очень мы. О, иди сюда. Этого нам ещё не хватало. Сейчас мы запили фашка. Сейчас мы запили фашка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто? Кто это был? Двое. Убежали. Туда. Один продержишься, тот? Ничего. Постараюсь. Ага. Вот тебе аптечка. Разберешься? Ага. Не первый день живу. Главное, чтобы не последний. Ладно. Я вернусь. Ладно. Стреляли у машин. Нужно вернуться. Не факт. В тайге трудно определить, где стреляли. Может, охотник? Может. А может и нет. Возвращаемся? Не надо. У машин Павлик. У него ствол. Ваш Павлик в тайге-то бывал? Есть! Ты чего, Саша? Вот оно. Золото. Надо дальше идти, Константин Аркадьевич. Зачем дальше? Вот же оно, золото. Если из реки просто такие самородки вылезают, здесь надо искать. Ты теперь будешь решать, куда нам идти. Золото. Реально же. Вот оно. Это не жильное золото. Мы жилу ищем. Ты меня будешь учить, где какое золото искать. Специалист, да? Нет. Он что-то читал. Ну все, хватит, Саша. Ладно, оставайся. Если ничего не найдем, хоть что-то намоешь. Обратно будем идти, заберем тебя. Давай, веди. Слышь, брата, а тебя-то за что замерили? И что теперь? Ничего. Левые пассажиры явно. Интересно, кто им про наше место следил? Сами нашли. Сколько лет здесь копаю, никто еще ничего сам не находил. Нельзя им нашу тему отдавать. Да не левые они. Простые туристы со стволами в лес не ходят. Пистолет у этого откуда? Бандиты. А если бандиты, то менты их искать не будут. Сколько их там, две машины? Этого-то стеречь в тачке оставили, ясно? А остальные? Посмотрим сначала, что за люди. Пойдем. Ну, надо дойти до ручья, поглядеть, да. А то они уже, наверное, золотишко наше морят. Ничего не понимаю. Зарядку делаю, пробежки. Сто раз в тайгу ходил, никогда так не уставал. Эй, вы как там? Да никак. А мы скоро выйдем к реке? Я очень устала. С такой скоростью мы до поворота маны дойдем только часа через два. в тачках. Эй, стой! Стой! Что там? Дед какой-то следил за нами! Дед! Стой! Дед, стой! Дед, стой! Дед, стой! Ангел! Ангел! Надо посмотреть, что там с ним. Я пойду. Я с тобой. Наталья, оставайтесь здесь. Где твои дружки? Сколько всего людей? Тебя спросили, отвечай. Кто такие? На вопрос отвечай, щенок. Пристрелю. Руки! Стой! Стой! Я тебя вытащу, слышишь? Я работаю. Сейчас я тебя. Тяни! Тяни! Витя! Тяни! Иди сюда! Витя, Витя, дай руку, руку дай! Тяни! Дай руку! Тяни! Стой! Стой! Держись! Держись! Где вы? Где? Пошли! Давай! Давай! Ну, рассказывайте, кто такие? Зачем в машины стреляли? В Павлика стреляли? Убили, что ли? Ранили. С тобой после поговорим, а сначала вы. Ты сам-то кто такое есть? Это наше место, поняли? Валите вы оба! Да нам не сдалось ваше место. Вы в человека зачем стреляли? Он первый ствол схватил и нас бы завалил, если б не шмальнули. Давно здесь? Не твое это дело. Ну, давно. Сказал же не лезть сюда, не по понятиям. Вы что тут вообще делаете, а? Это наше место. Тайгу к нам на дурака пришли, что ли? Не похоже? На водку кто дал? За огнестрельный отвечать придется. Поедите с нами в город. Ты где? Да похами еще! Филипхин дружок, что ли, видел тебя с ним как-то? Ну, допустим. Ё-моё! Тебя ж должны были предупредить, чтоб ты в тайгу не лазил. Ну, приезжали два клоуна, да мне по барабану все. Приезжали, да, по барабану. Ладно, пойдешь со мной. Там тебе ответят и за барабан, и за все остальное. Стой! Тихо-тихо-тихо-тихо! Все! Коску только возьму! Позор! Саша, ты стрелял? А, понял. Можешь установить наши координаты? Давай. Иди к нам. Что там случилось? Да ничего. Волки напали. Сашку угнул. За кем гнался этот ангел, интересно? За призраком. Че ты ерунду говоришь? Это не ерунда. Что, Константин Аркадьевич, выходит? Я ваш должник? Ничего, сочтемся. Все мы кому-то должны. И вы тоже? И даже я. Вот. Вот это место. И приметы есть. Какие приметы? Два рога. Как у черта, было написано Дьявольская гора. И поворот реки, значит, стоянка в километре отсюда. Пошли. Идемте, господа. Тут меньше версты до схрона. Вам не холодно, Наташа? Не замерзли? Нет. Просто мне как-то не по себе. Отчего-то страшно. Не бойтесь, Наташа. Идемте. Хо-хо. Нам нужно переночевать. Вы говорили схрон. Что это такое? Увидишь, парень. Идем, идем. Один патрон. Ну, хоть так. Нет тут никого. Старец жил, да ушел. Раскольник. Можно все брать. Переночуем здесь. Потом дальше. Вы устраивайтесь внутри. Я буду на улице. Мальчишки, что рыбу ловили, сказали, что лодка проплыла, да к берегу прибилась. Пол версты отсюда, повыше. Пошли, пошли. Ну и хорошо. Ну, как я и говорил. Вот что, братцы. Как расцветет, оврагом пойдете. А я там верхами. Чувствую, рядом они где-то. Всех разом и возьмем. Наташа, вот там есть родник, можно умыться. Я все время думаю, кто убил Плахова. Не знаю. Не знаю. Посмотрите, какой туман. Слышь, француз. Я Плахова убил. Я. Что? Стой же, Наташа! Стоять! Стоять! Стоять я сказал! Я не хотел его убивать. Я пришел узнать, где золото. А он сам кинулся. Чуть не прибил, вот и пришлось. И татарина не хотел резать. И не знал, что он во дворе будет. Вот и зарубил. Игорь Завин, я не хотел его убивать. Стоять. Устан. 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 А уроки. Устан. 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 А-а-а! Пришел! Бес! Бес! Изыди! Нету золота! Нету! Инженеру отдал! Изыди их! Но Плохов успел сказать, что золото у тебя, инженер. Вот я и пришел к твоему дому, но это не важно. Ты теперь бери веревку. Вижу француза, иначе медленно ее резать стану. Наташа, послушай ты. Отпусти ее. Скажешь, где золото, тогда отпущу, иначе резать стану. Бери веревку. Павел, делайте, что он говорит. Мы все равно его возьмем. Уже взяли. Ну же! Ну! Нехорошо, господа хорошие. Ох, нехорошо. Я вам бежать помог. От каторги спас. А вы, крепче лежи. Я все вижу. И ноги не забудь. Ну же! Скорее, а то медленно буду резать. Вот так. А теперь стой там. Говори, где золото. Ну! Отпусти ее. Тогда скажу. Скажешь, где золото, тогда отпущу. Ну! Ну, в гору нужно подниматься. Там порода выходит. Ну, так веди! Веди! Пошли. В пилитке сказал! Ну! Ну, иди, иди! Далече еще! Нет, скоро придем. Ты смотри, не шали, инженер. Ох, не шали. А то больно будет мадаме твоей. Не трогай ее! Сказал же, к золоту приведу. Ну, че там? Верно, идем. Хорошая примета есть. Давай, иди. Стой, француз! Стой, застрелю! Не стрелять! Я не убийца! Это Прохор, он сам во всем признался. Он убил, он убил Плахова и Вазыха. Он забрал с собой Наташу и инженера. Поверьте мне, он может их убить. Мы не убийцы, мы не воры. Туда, говоришь, побежали? А ну-ка, давай быстренько за ними. Ну, что ты топчешься, француз? Показывай давай скорее, убьет он их! Я знаю, что Никитин не убивал Плахова, не его эта рука, а Прохора Мешкова. Я его ищу. Во всей России он следов своих оставил. Ну, показывай давай скорее! В ту сторону! Ну, здесь! Где? Здесь! Нужно копать! Копать? Ну так копай, копай! Чем? Не знаю. Зубами, руками, чем хочешь. Прирежу девку! Ну, ну! 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 Вот. Стоять! Стой, инженер! Нож бросил! Что, братья, сдобегался? Алексей Алексеевич… Потрудитесь постоять, господин инженер! Павел! 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 Наташа! 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 Нас сейчас арестуют! Я предлагаю вам бежать со мной! Я не могу с вами, Эдмон! Я все понимаю. Наташа, я офицер. Я даю вам честное слово. Я ни в коем случае никогда в жизни вас не обижу. Но вы должны решиться сейчас. Или сейчас, или никогда, Наташа. Решайтесь. Если они нас поймают, нас пошлют на каторгу. За что? За что нас на каторгу? За что? Наташа, никто не знает. Никто не знает, что мы не виноваты, кроме него. Наташа, решайся.